Вы хотите, чтобы вас сейчас уже украли полгода жизни? Я вас про вас спросил, про ваш лоббизм. Абсолютное правильное подозрение. Диалог власти и общества при Байбеке и при Сагентаеве. При Байбеке я не помню диалога. Здравствуйте, с вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. Для начала, как обычно, подпишитесь на канал, кто не успел, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, поставьте лайк, напишите коммент, это уже в конце программы, и ссылку на этот видос оставьте в своих социальных сетях. Продолжаем беседу с Ерланом Нурпиисовым. Здравствуйте, Ерлан, снова. Здравствуйте, Вадим. Второе важное направление вашей общественной деятельности, кроме того, что есть бизнес. Вчастие в экспертной, экспертной, подчеркну, общественной группе «Чистый воздух Алматы», которую я уже больше знаю и внимательнее к ее деятельности отношусь, потому что я следил с самого начала, с ее рождения, и было в нескольких заседаниях. Моя экспертность там пригодилась с точки зрения работы в топливно-энергетическом секторе, в котором я работаю уже больше 20, почти 5 лет. По первому образованию я врач, хирург. Здесь, кстати, знания тоже помогли, потому что экология – это здоровье. А второе... На зоне вы говорили о чем? Да. А второе, с 96-го года я работал в большой энергетике. Получил образование инженера энергетика как раз в нашем родном алмадинском институте энергетики и связи. Мне предложили заниматься газификацией, понять вопросы проблем газификации нижней части Алматы, там, где топят резиной и углем, поскольку я очень долгое время работал в «Кострансгазе». И именно в Алма-Ате, и именно как раз я отвечал за маркетинги и реализацию этих программ развития газовых сетей. Поэтому эту тематику я знаю не понаслышке, я там 9 или 10 лет этим занимался. А второе, поскольку позже я приходил с идеей, которую видел на Западе, в Европе, о том, что можно дизельный транспорт переводить на газ, пришел как раз Байбек пришел, и какое-то было ощущение, что что-то изменится, молодой человек. Я пришел с идеей, что, слушайте, вот там такие классные технологии есть, давайте наш весь этот дизельный транспорт, который общественный, то, что зависимо от «Акимата», профинансируйте, там возвратность хорошая, инвестиции возвращаются очень быстро. И все сначала так хорошо приняли в «Акимате». Сейчас мы вернемся к этому. Поэтому я и транспорт, я хотел сказать еще. А сначала мне вот что объясните. Группа зародилась в марте. В апреле приступили к конкретной работе. Модератор Асет Нарусбай говорил, что программа по снижению смога будет готова от трех до шести месяцев. По крайней мере, до конца прошлого года. Она еще не завершена. От того же Асета я узнал накануне нашей беседы. Почему так затянулось? Ну, модератор действительно группы Асет. У него по этому поводу, наверное, свои есть мысли. То, что я вижу, то, что сейчас она в силу объективных и субъективных причин, недофинансирования, а мы не хотим тяп-ляп сделать программу, мы хотим, чтобы там были и научные обоснования, и изыскания. Она требует и определенных организационных моментов, и финансирования, и взаимодействия, опять же, с исполнительной властью, с Акиматом. Финансирования же не было сначала. И сейчас нет. И сейчас еще нет. Сейчас только создался фонд, регистрируется, он еще даже не создан, который предполагает определенное изыскание финансировать. Поэтому предлагать сырой продукт, ну, наверное, профессионалы не привыкли. Ну, Асет обещал, что за месяц закончите. Она в некоторых частях уже готова. За этот месяц мы сделаем еще больше. Не могу вам сказать точно срок ее. Хорошо, подождем. Газодизелю. Вы топите за перевод общественного транспорта, автобусов. Не только. Всего транспорта, который дизельный ходит по Алмате. С дизельных движков на газодизельные. Совершенно верно. В чем их преимущество? Вот возвращаясь к тому, что я увидел, когда в Европе, что на трассах останавливаются огромные фуры и заправляются газом. Я говорю, как так? Тоже бензин заправляется же. Мне сказали, нет, давно уже есть технологии европейские. Уже несколько десятилетий мы используем газ, смешивая его с дизелем, замещая часть дизеля для того, чтобы снижать затраты. И улучшается экология, выбросы становятся чище. Я вот как раз с этой идеи пришел в Акимат. Насколько чище? Мы провели исследование, ну, не мы провели, наш заказчик, КАМАЗ, выполняя поставку 27 эвакуаторов на базе, на шасси КАМАЗ, попросил нас сделать эту работу для них, установить газобаллонное оборудование, чтобы КАМАЗы работали в газодизельном режиме. 50% дизеля, 50% газа. Они пригласили независимую лабораторию, та померила и выдала данные, что в 10 раз практически снижается дымность КАМАЗа. Вот эти вот мелкие частицы, которые мы видим. Выхлопы, да. В 10 раз? В 10 раз. Газодизель, экологичнее дизеля в 10 раз. Да, представьте, что, грубо говоря, там 600 автобусов дизельных, которые купили за последние два года, превратятся в 60 дизельных автобусов по выбросам твердых частиц. Сравните экологичность электробусов с газодизельными автобусами и себестоимость проезда. Они заявляют это не просто из воздуха. Они посылают своих заместителей, начальников транспортного департамента в Москву. Недавно ездили они. Где они смотрели концепцию развития общественного транспорта Москвы. Те дали им. И потом есть открытые данные, кстати, в том числе себестоимости провоза одного пассажира. Оказалось, что самым дешевым является троллейбус. Что такое троллейбус? Это некий движок, одетый в коробку, и там нет ничего дорогого. Потому что самое дорогое в электробусах – это батареи. Дальше идут газовые автобусы. И сколько билет? Себестоимость билета в троллейбусе? Там не по стоимости билета, а по затратам на проезд. То есть затратная часть считалась. И сколько? Сейчас цифры не могу сказать. Но точно знаю, что проезд на электрическом автобусе стоил в 2 или 2,5 раза дороже, чем на газовом. Провоз одного пассажира. А в троллейбусе еще дешевле. Про наших я слышал где-то 550 тенге. Себестоимость провоза одного пассажира, поэтому им нужны субсидии. Вы сейчас говорите про электробусы? Про электробусы? Да. Сейчас электробусы тестируются в Алматы. То, что ходит по Москве, это 2 завода НЕФАС. Камазовский завод делает. И еще, не помню, второй. И надо понимать, что этот автобус, он отличается от того, который ходит у нас. У них автобус ходит от станции до станции, от конечной до конечной. И заряжается там. У нас хотели сделать, насколько я помню, автобус, чтобы он ходил целый день на одной зарядке. Соответственно, эта себестоимость его другая. Его емкость батареи должна быть другая. Он дороже просто по количеству батарей. Второе. В московских автобусах стоит дизельный отопитель салона, который не соответствует никакому евро-4 или евро-5. Он вообще без фильтра. Вы мне рассказывали как-то, что завезли в Москву Лиазовские автобусы. И минус 20 из 50, там большая часть не вышла, правильно? И работал дизельный движок. И у них отопитель, да, дизельный, который 4 литра в час потребляет. А у нас не может... Я не видел эти... Я не специалист по электробусам. Не могу сказать, что он там потребляет и какая у них емкость. Я только одно могу сказать, что действительно, для Алматы электробусы – это вообще идеальное решение. Если нам денег хватит на то, чтобы только электробусы ходили – прекрасно. Но у нас же ходят... Они же дороже в разы, чем газовые автобусы. А это не с завода Falcon ходят электробусы у нас? По-моему, что-то оттуда ходит и что-то из Сарарки. Ну, они дорогие, потому что Адильханов – бизнесмен, глава фракции Нур-Атана в Маслихате городском. Он закупил грантоны китайские, поменяли логотипы. Они стали в два раза дороже и выдали их за Мейден Алматы. Я занимался этой темой, очень хорошо знаю. Ну, видите, все тайно становится явным когда-то. И потом, вот такие субсидии требуют. Я думаю, если там есть кривые схемы, им долго не жить. Потому что масштабы востребованности в технике, в республике, просто огромные. И их одним заводом за какой-то короткий период не восполнить. Остановимся на цифре, что себестоимость электробуса выше, чем у газодизельного в два-два с половиной раза. Если не в три, в четыре. Потому что я стоил, что там 350-400 тысяч долларов, вот такие цены. Вы топите за газодизель. Вы бизнесмен. И ваша компания как раз занимается переводом движков автобуса. Конечно, да. С дизелью, на газодизель. Прямое лоббирование собственных интересов. Абсолютное правильное подозрение, но не верное в корне по реализации. Разубеждайте. Когда еще не было этой компании, которую создали мои друзья, я просто поделился этой идеей, работая в Кастрансгазе. Мы тогда приходили в Акимат и говорили, слушайте, есть классные технологии. Ребята хотят заниматься. Пришли ребята, посчитали на весь парк, там, 1600 единиц Акимата, экономический эффект. Прописали для каждого управления, которое на балансе имеет, ту или иную технику, техзадания, тендерную документацию. Профинансировали 10%, 160 единиц техники. Теперь касается вот последних закупов. Еще раз профинансировали. Всего лишь 10%, 160 единиц. Единиц. Из 1600, которые стояли из зависимости. Перевод на газодизель. На газ. И там и легковые были, и вообще. Видите, в чем дело? Я всегда убежден, когда Акимат, местная власть, или вообще власть говорит, надо вот это делать, а сама не делает, это вообще мало кто верит в это. Когда Байбек говорил, что нужно переходить на газ, там, мы будем закупать автобусы, а потом бах, они закупают 600 дизельных автобусов. Я вас про вас спросил, про ваш лоббизм. Про мой лоббизм. Я тогда с коллегами бесплатно работал в Акимате, потому что нас интересовал только, допустим, дизель, а там было большей частью бензиновое. И сейчас, если Акимату потребуется экспертное знание моих коллег, мы можем все то же самое сделать, посчитать, технические задания сделать, помочь составить правильно тендерную документацию. Таких компаний, как наша, которая занимается газодизелем, на уровне автобусов, я не беру там технику более сложную, где стоимость там уже десятки биллионов в тенге заходит. Есть компании в России, есть компании... Здесь есть на рынке, на нашем, вот конкуренты? Ну, есть КАМАЗ, есть КАМАЗ. КАМАЗ, да? Да. То есть, не обязательно, если, допустим, решат, Акимата решит, не обязательно достанется вашей компании, да, этот заказ? Будетендер. И что вы, и сильно вы расстроитесь? Не расстроюсь, потому что тема, которую я когда-то нашел, проработал, и она казалась жизнеспособной, но она мне доставит только удовольствие. Мы сегодня, мы сегодня отказываемся от среднетоннажной техники в целом, мы сосредотачиваемся, наш бизнес сосредотачивается на сложных решениях, это карьерная техника, где грузоподъемность там 50, 100, 130. Я поверю, что бизнесмен примирится с упущенной выгодой. Мы два года назад приняли стратегию развития нашей компании, и в ней уже не было среднетоннажной техники. Мы сосредоточились на карьерной технике, на тепловозах, и следующая наша задача – это морские суда. Поэтому объять, необъятная, а среднетоннажной техники, их миллион, наверное, в Казахстане, мы хотим и уже начали предлагать обучение подобным компаниям, как мы, как освоить эту тематику и зарабатывать. Да я не против, если вам доставится заказ, я за вас только порадуюсь. Ну, для нас это будет хлопотно уже. Уже хлопотно. Потому что у нас недостаточно будет специалистов, чтобы везде успеть. Но мы можем взять технический надзор над исполнением, если будут другие подрядчики. Поможем просто даже бесплатно. Ну, это человечнее уже. Понять. Группа «Чистый воздух Ломаты» объявила, призвала жителей присылать предложение по снижению уровня загрязнения в городе. От вас исходило, пожалуй, самое спорное предложение. Непопулярное. 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 Это брать деньги за въезд Ломаты с областников и штрафовать за старые машины. Правильно ли я заложил? И обоснуйте. Мое предложение, вы правильно сказали, что было для тех машин, которые въезжают из области зарегистрированные, и жители живут в области, там живут, сюда приезжают на своих машинах, и работают таксистами в другой сфере. У меня было предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы на въезде для въезжающих автомобилей водителей была предусмотрена некая плата за чистый воздух. Объясню идеологию. Она не просто так родилась. Вы со мной согласитесь, что чистого воздуха в Алмате просто нет. У нас нет воздуха чистого. Мы говорим, слушайте, алматинцы исчерпали свой средств. Если еще будет приезжать извне, из Алматинской области транзитный транспорт, заходить в Алматы, он будет сжигать наш воздух. Финансирование, ну сейчас может быть лучше, я затрудняюсь сказать, но в целом экономика страны не такая, чтобы мы могли огромные деньги выкладывать на финансирование экологических мероприятий. За каждой копейкой надо стоять в очереди. Тогда эти деньги должны, если вы приезжаете. Если у вас есть определенные возможности и желания зарабатывать здесь, значит, часть отчислений должна идти на восстановление мероприятий. Смотрите, это же, если будет реализовано, это же ляжет больше на малоимущие слои населения, у которых старые машины, за которых их будут штрафовать. Это ляжет на горожан, потому что они поднимут свои тарифы за услуги. Это ляжет на нас с вами, Вадим. Ну, чадящие машины, они же не от хорошей жизни, из района сюда ездят. Здесь работа у них, там же в Алгарии высокая, может, у них работы нет. Вадим, если вы хотите переживать за людей, которые там живут, тут занимаются и так далее, хотите иметь социальный такой посыл, я вам предлагаю подумать, вы хотите, чтобы у вас сейчас уже украли полгода жизни за счет плохого воздуха? Вот когда каждому человеку задать... Это немножко манипулятивную постановку вопроса. Не совсем так, не совсем так. Мы, алматинцы, будем оплачивать все равно услуги того транспорта, который будет сюда заезжать. Ваши аргументы отдают региональность сепаратизмом. Нет. Я вижу выход, чтобы областной и городской экибат, они занимались этим совместно. Во-первых, Вадим, я же не говорю, что... И воспринимали как агломерацию одну. Во-первых, я не говорю, что это 100% будет введено, это мое предложение. В ходе дискуссии, обсуждения мы все эти вещи проработаем там. Второе. Мы готовы платить за свое здоровье. Мы неминуемо за него будем платить, если будем переводить ТЭЦ на газ. Если даже не на газ, а просто поставим фильтры. Это все равно деньги. И все равно нам оплачивать это. Поэтому услуги тех, кто сюда приезжает, они не станут в ущерб себе работы здесь. Они все равно поднимут свои цены. Мы будем алматинцы это оплачивать. Поэтому никакой региональности нет. Мы хотим вышивать свежим воздухом, мы должны за это платить. Я про то, что если это будет реализовано, это пока идея. Успокойтесь, никто завтра не будет деньги брать на объезде в Алма-Ату. Это чревато, на мой взгляд, социальным взрывом областников. Могу с вами поспорить, но я думаю, что как идею этот вопрос можно обсуждать и нужно обсуждать. А эта идея вошла в программу? Пока нет. Пока еще нет. Но она хоть как-то и булицировала? Ну, в том или ином виде высказывались по этому поводу, в том числе в социальных сетях. Есть сторонники, есть противники. Но вы от нее не отказываетесь? Весь вопрос зависит от того, какой набор инструментов мы сможем выбрать в этой программе. Если набор будет ограниченный, то что-то подобное непопулярное войдет в программу. Это нужно будет правильная пропаганда тогда? Абсолютно. Вот здесь как раз нужны разъяснения. Ну, кстати, перевод на газ. Все же за эту идею топят. Перевод на газ. Тест. Давайте я немножко об этом скажу. Во-первых, это огромные затраты по сравнению с установкой фильтров. Во-вторых... Огромные что это значит? Деньга, скажите. Вот Ассет у вас же был, он говорил цифры, там, соизмерима с Кокжеляу. Помните, когда мы говорили, давайте направим эти деньги на газификацию? Какой вариант выбрали? Никакой еще не выбрали. Будут предлагать оба варианта для обсуждения. Я знаю, что фильтры это 100 миллиардов тенге было. Ставительство новой станции 560 миллиардов. И переоборудование котлов где-то 500 миллиардов тенге. Вот концепция этой идеи все равно затраты, которые лягут в тариф. И алматинцы все хотят, чтобы перевели на газ, но не все знают, как это отразится на тарифе. И этот вопрос заранее нужно обсуждать. Нужно говорить, что тариф, к примеру, поднимется на 40 процентов. И мы должны осознанно прийти к решению, ставим мы газ или нет. Готовы мы платить или нет. Здесь нужно взаимодействие власти и общества. Впереди протез. Я думаю, будет у нас и программа. И не одна. Я специально сейчас ее не раскручиваю, иначе мы его вязнем. Давайте вот о чем. Аким Алматы, Багадзанский, Гентаев. После прихода в домик на горке. Что такое домик на горке? Акимат. Домик на горке. Я первый раз слышал. Еще с советского времени. Он встретился с общественностью почти сразу. Что это была за общественность? Общественный совет Алматы, НТО правильные, зарегистрированные, и бизнесмены. И лишь спустя несколько месяцев, после длительных переговоров, он принял неформальных активистов. Которые горизонтальные их называют. Принял или мы наконец-то напросились. Да, то есть с вашей стороны тоже было движение. Там от группы «Чистый воздух Алматы» был осет. Да, да. В октябре я бы не участвую в этой встрече, да? Одну встречу первую постановочную пропустил. Я был уже где Бабу Кумаров ввел. Это уже когда рабочая группа организовалась, и мы работали над стратегией. Вот когда он первый провел, да, с Акимом. Презентационную назовем ее. Ну, наверное. Я вот как раз был в отъезде. А тут постановой пахнет у нас. Ну, постановочная, в смысле, когда ставятся вопросы. Постановка вопросов идет. Ясно. Сержаном Бабу Кумаровым, заместителем Акима уже более предметным. Да, несколько раз мы встречались. Бабу Кумаров сказал, как они видят работу над стратегией, какие вызовы Акимат видит сегодня и уже работает над ними, над их предписанием до 2050-го же года программы. Вот с какими вызовами придется исполнительной власти столкнуться и решать. А также он предложил всем экспертам, которых туда пригласили, там были из групп экологии, из реформы МВД, и финансисты, еще из многих-многих-многих, предложил разбиться по группам и поучаствовать над всеми этими вызовами, сделать свой вариант, свое решение предложить. Мы занимались в группах этим, наверное, около месяца, наверное, даже больше. Встречались несколько раз, выработали свои предложения. И потом было еще одно заседание, где Бабу Кумаров прямо по каждому предложению прошелся и, там, прям, помню, желтым фломастером подчеркивал все, что будет принято. И мы тогда посчитали, ну, практически все наши предложения прошли. Такие значимые. То есть выхлоп был? Выхлоп был конкретно? На тот момент, когда прошло заседание, да, был. Но часть вопросов, они просто там делятся на стратегические и тактические, часть вопросов тоже важных, они должны войти в трехлетнюю и пятилетнюю программу, которая идет приложением к этой стратегии. Вот теперь мы будем смотреть, что там происходит, и чтобы это все туда вошло. 12 декабря состоялся Урбан-форум с участием Акима. Вы там были? Ну, я был до его выступления, его выступление не застал, я уже ушел, мне нужно было на работу. А как вам подробности расскажете? Могу рассказать только первую часть, где выступала моя жена и докладывала сервисную модель по реформе. Значит, на этой сессии были три спикера, одним из спикеров была моя супруга Гудшат, и как раз она рассказывала о сервисной модели реформы МВД. И тогда, кстати, вот Баба Кумаров, прямо находящемуся в зале заместителю Кудебаева, Кудебаева не было самого, дал поручение, инициируйте этот вопрос в Акимат, что была сервисная модель, давайте рассматривать и внедрять. И мы такие очень обрадовались, вот практически уже добились, все, решение есть. И вот до сегодняшнего дня, сколько прошло уже, больше двух месяцев, ничего еще не сделано. Я так понимаю, что это, возможно, связано было с переходом, может, Кудебаева. Надеемся, сейчас будет изменение. Ладно, про них мы уже поговорили. Была благодарность, я не был, но была благодарность Акима за то, что прям по фамилиям, вот Асета называли, Гульшат, мою супругу, меня, Аиду, там еще нескольких активистов, которые очень потратили много времени на проработку вот этой стратегии. И это было удивительно, честно говоря, неожиданно, как минимум. И вы растаяли? Что значит растаяли? Растаяли? Нет. Повелись? Меня нет, Вадим. Скажите, а в стратегии развития Алматы 2050 будет учитываться программа по снижению, подготовленная вот вашей группой? Она частью закладывается, и там понимание есть. Например, когда отец сказал, послушайте, есть конфликт интересов по ТЭЦ-2, давайте во встрече с Самрук Энерго кто-то будет от города оппонировать. И его пригласили на эту встречу, и он там очень много деловых вопросов рассматривал, задавал, и сейчас работа продолжается. То есть вот есть определенные изменения, я просто не хочу сглазить. Какие конкретно, не знаете, вот моменты программы будут учитываться? Что берется в разработку? Во-первых, программа сама по себе еще, вот как мы с вами до этого говорили, она еще не готова. Но теперь я вижу, что к ней присоединяются силы из большого бизнеса, которые будут ее также представлять от делового совета города. Но члены же, грубо говоря, будут участвовать сами непосредственно? Потому что она же не зря экспертная, там и энергетики, и газовики, и ученые есть. Ну, на мой взгляд, по-другому она и не может быть. А конкретных нет договоренностей на это? Сейчас на стадии всего того, что мы должны в группах закончить эту работу и представить. И чтобы этот документ максимально вошел уже в программу. Я сейчас не буду забегать вперед, что войдет, что не войдет. Я думаю, мы будем следить и обязательно вернемся в Гиберболею. Очень прошу следить за этим. Да, к этой теме. Держите только в курсе. Диалог власти и общества при Байбеке и при Сагентаеве. Сравните. Диалог власти и общества при Байбеке, я не помню диалога. У меня не с чем сравнивать. Его не было? Ну, фактически нет. Вы помните хоть одно публичное выступление Байбека, интервью его? Это разные вещи. Публичные помню. Ежегодно на отчетной встрече с населением в 20-х числах февраля. На последнем я был. Наблюдал с балкона. Замечательно разыгранное. Был спектакль. Но я не был, так что мне нечего дополнить. Тщательно подобранным простым народом. Проверенным. Вопросы такие правильные задавались, на которые всегда находились на бумажках ответы. То есть все традиционно тогда происходило. Правильно же? Ну вот, в чем подвижки сейчас? Мне кажется, Сагентаев выбрал, во всяком случае, на данном этапе... Только без Дейфирамбов, пожалуйста. На данном этапе выбрал правильную стратегию, если он хочет быть продуктивным и оставить благородный, продуктивный след своего акимства в городе, то он выбрал правильный шаг, что взаимодействует... Вы имеете в виду встречи в районах, да? Это тоже правильно. Я имею вот с точки зрения тех активностей, в которых существую я, мои коллеги по экспертным сообществам. Впервые же, в принципе. Дейфирамбы, правильно вы говорите, петь не нужно. Нужно смотреть, что из этого дальше получится. Если будет возможность все больше участвовать в этом. Потому что даже если будет принята половина из того, что общество хочет видеть, это все равно будет большой шаг. Вадим, еще не было такого. Поэтому я за этот кипиш в любом случае. Но я губорасказочную машинку пока не буду доставать из кармана. И никому не советуем. Но вы не зря упомянули слово интервью. Да, не было ни одного интервью Байбека, я не припомню. За почти четыре года. Но он в этом мало отличается от других акимов. И, кстати говоря, я не видел интервью и с Агентаева, пока ни одного, на каком-нибудь сайте, в газете, и такого неформального, не дежурного. Призывы к акимам быть ближе к народу я слышу регулярно на протяжении последних лет тридцати. Ну, сейчас много же таких лонгов, которые все повторяют. Важно, что из этого получится. Чем докажете, что в этот раз мне идет такая имитация? Я не на той стороне игры, чтобы доказывать за них. Они пусть сами своими делами докажут. Все, что от нас потребуется, мы готовы делать. Как волонтеры, просто для своего города. Ирлан, ваша семья Нурпиисовых, одна из самых известных семейных пар общественников в городе. Семеро детей у вас. Вы их приобщаете к гражданской активности? На самом деле, все, что происходит в нашей общественной жизни, наши дети знают. Мы с ними это обсуждаем. Когда они интересуются, мы рассказываем. И когда мы уходим на заседание за реформой МВД, у нас еженедельные встречи. Они знают, что это поздно заканчивается. Они уже знают, что родители ушли всего на свою встречу в МВД. И когда появились еще новые группы, они понимают, что родители теперь еще и в этом участвуют. Они с пониманием, но ревностно относятся к этому. В том смысле, что это время общественное, вы могли потратить денег? Да, конечно. Мы приходим в 11 часов после таких встреч, после такой работы. Ну, я пожелаю вам 48 часов в сутки, чтобы времени хватало на все. Спасибо. Благодарю. Дорогие друзья, сегодня мы подводим долгожданные итоги конкурса полиглота Дмитрия Петрова. Я его еле нашел, когда я с ним связался. Он находился в Чили на корабле. Поэтому я приношу извинения за качество видео. Дима объявляет сам итоги своего конкурса. Дорогие друзья, настало время подвести итог нашего конкурса. Напомню свой вопрос. Кто из государственных лидеров не владел языком своей страны и, соответственно, своего народа? Независимо от того, как он назывался. Президент, хан, султан, король, император. Было получено достаточно много интересных и полных ответов. Среди их авторов я могу назвать Андрея Лейникова, Влад Пашкевич, Шикитошка. Но самый полный и интересный ответ дал Стэн Марш. Под этим именем мы знаем нашего зрителя, нашего пользователя. Он назвал максимальное количество лидеров своих государств, которые действительно не владели языком своего народа, а таких в истории, как выясняется, было достаточно много. Поздравляю! Победителя конкурса Дмитрия Петрова я прошу написать мне на электронную почту со своего аккаунта в Ютубе. Понимаете, чтобы я понял, что вы – это вы. Напомню, приз – это бесплатное прохождение курса по английскому языку Дмитрия Петрова. В конце февраля курс пройдет в Астане и в начале марта в Алма-Ате. В описании вы подробности увидите, с кем связаться. Теперь, кто не успел, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк, напишите коммент и оставьте ссылку в аккаунте в социальных сетях. Пока! А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 Гиперборей, грей, грей, грей. Это супер! Продолжение следует... Как это вы gamers?